Нарушения сна у детей связаны со сном проблемы. К сожалению, Ольга Ивановна не смогла сегодня по очень важным причинам. Она обещала сделать свое выступление отдельно, говорила, что готова презентация. Надеюсь, что запишет, и мы выложим ее вебинар. Она невролог, сомнолог, должна быть очень интересная презентация. Я опишу, постараюсь кратко, поведенческие методы терапии. После меня Марина Волкова расскажет свой кейс, и Марина Кузьмитская расскажет свой кейс по теме. Поведенческие методы терапии сна. Интересно, что была сформирована Американская Академия Сна, и в 2009 году у них прошла первая конференция. Существует несколько журналов, существуют сертифицированные специалисты по поведенческой behavioral sleep medicine, поведенческая медицина нарушений, связанных со сном. Существует, то есть, Американская Академия сертифицирует специалистов. Проблемы, связанные со сном, вы их все знаете, большинство. Интересно, что различают ночные кошмары и ночные страхи. Ночные кошмары – это то, что можно описать. То есть, ребенок или взрослый видит в быстрой фазе сна, различают две, принципиально, две разные фазы сна – быструю и медленную. Быстрая характеризуется тем, что двигаются зрачки, медленная, соответственно, глубокий сон. Так вот, ночные кошмары – это быстрая фаза сна, ночные страхи, хождение во сне – это медленная фаза сна. Апнеа – это кратковременная задержка дыхания. Она возможна как днем, так и ночью. Сколько нужно спать? Очень советую посмотреть в интернете. Для взрослого это 8-9 часов. Соответственно, в интернете есть неплохие таблицы. Вы можете увидеть и сопоставить приблизительно правильное время сна для своего ребенка. Естественно, это индивидуально. Методы измерения. Основная метода измерения – это беседа с родителями. Мы описываем ситуацию вокруг сна. Насколько шумное помещение, когда ребенка укладывают с постели, ест ли на ночь, много ли пьет. Ритуал отхода ко сну, сопоставляющие медицинские проблемы. Существуют неплохие опросники, к сожалению, не переведенные. Существует такое понятие, как дневник сна. Дневник сна выглядит следующим образом. Это из презентации Florida Institute of Technology. У них есть короткий курс часовой. Вы можете увидеть, как Дана Гадар читает лекцию о том, как должен выглядеть терапия сна. И в том числе они предлагают вот такой метод визуализации. Здесь 24 часа по дням недели, когда ребенок спит, когда ребенок встает, вот он здесь проснулся и опять лег спать. Либо сам по себе, либо заснул в кровати родителей, либо отец ему помог лечь спать в 8 вечера. Удобный достаточно метод визуализации. Также вы можете дневник сна сделать сами, просто в Excel. Он будет выглядеть похожим образом. Дни, время, как лег, как проснулся, неприятные ощущения, мешают ли внешние помехи. Функции проблемного поведения в данном случае – это отсутствие навыков. Например, навык одному засыпать ночью. Очень неплохо описано, кстати, в книге идет работа. Немножко в сторону, да. Мы учим ребенка засыпать вечером с сонным предметом, например, одеялком, любимым мишкой. И это поможет ребенку ночью, проснувшись, оказавшись рядом с тем же предметом, легче заснуть. Функции проблемного поведения другие. Привлечение внимания родителей – это чехарда вечером, избегание засыпания, отсрочка расставания с родителями. Поведенческие терапии – это, естественно, гигиена сна, манипулирование предшествующими факторами. Очень неплохо описано в книге «Уда Брака», которую Марина Кузьминская рекомендовала вам скачать. Постоянное расписание сна, кровать, физические упражнения – это не очевидно. Вот Виктор Малахов, например, он публиковал статью, она есть в фейсбук-группе. И тут же кто-то из родителей сказал, что мой, например, набегается и не хочет спать потом полночи. Книгу «Уда Брака» можно скачать в интернете. Я очень рекомендую это сделать. Вот, например, как вот этот метод терапии применялся для Мартина 5 лет. Трудности с засыпанием, встает около 10 раз. Был написан поведенческим терапистом план для матери, что нужно делать перед отходом ко сну. Вот, и как вы видите, отвлекающее поведение игнорируется, ритуальное действие повторяющиеся. И таким образом гашение. Вот здесь применяется гашение. Введем обратно в детскую, укладываем в кровати. Сценарий повторяется и днем, и ночью. Результат терапии Мартин изменил свое поведение буквально в течение одного уикенда. То есть за выходные. За выходные помогла вот эта рутина отхода ко сну. Далее, УДА-Брак, там вторая глава, второй раздел, посвящен десенсибилизации как основному методу работы с детскими страхами. Детский страх, мы выясняем причину, это может быть, и стараемся, например, постепенно убирать свет. То есть ребенок засыпает при свете, но мы этот свет постепенно, ночь от ночи уменьшаем. Отдельно, вот он упоминает, простое переговорное устройство, которое позволит, например, плотно закрыть дверь в детскую и тем не менее оставаться с ребенком, держать руку на пульсе. То есть вы будете слышать гораздо четче, вы будете слышать, что ребенок проснулся, например, ночью. И это позволит ребенку, в свою очередь, засыпать в тишине. Далее уже непосредственно поведенческие методы. Я цитирую их по книге, которую очень рекомендую, если у вас есть знание английского, посмотреть. Она «Поведенческая терапия расстройств сна». Первое издание, вот она. 38 глав – это 38 отдельных методов поведенческой терапии. Они не выделяют отдельно терапию для детей с расстройством аутистического спектра. Они пишут как общая медицина. Там есть отдельная глава, мы к ней позже вернемся, которая говорит о поведенческой терапии сна у детей. И по этой книге основные методы – это, безусловно, гашение. Гашение имеется в виду, безусловное гашение – положили спать и ушли, как пример. Или же ребенок пришел, мы его молча, как в книге идет работа, пишется, мы его молча отвели в кровать и ушли. Результаты достигаются быстро, но сложно выполнить и сложно принять родителям этот метод, потому что он чреват поведенческими взрывами и так далее. Что мы можем сделать? Мы можем использовать «Graduated extension», так называемый, то есть ступенчатое, последовательное гашение. Последовательное гашение – это, например, терапия «ребенок засыпает с мамой». «Мама лежит на кровати», «Следующая ступенька мама сидит на кровати», «Мама сидит на стуле рядом с кроватью», «Мама сидит в центре комнаты». Или же мы уходим и возвращаемся к ребенку, постепенно увеличив интервалы. «Гашение с присутствием родителя» – это родитель находится в комнате, но свет выключен и родитель не подходит к ребенку. Опять же, как и все методы гашения, нужно быть готовым к поведенческим взрывам, нужно быть готовым к тому, что это нужно выполнять последовательно и с определенными сложностями. Интересная терапия «Разрешение не спать» позволяет ребенку, у ребенка должны быть навыки засыпать одному, и мы договариваемся с ребенком. То есть это терапия – одна из поведенческих технологий, когда мы заключаем договор, мы договариваемся, мы даем ребенку проездной билет. Это право один раз отказаться ложиться спать. И когда ребенок это право использовал, он должен лечь и заснуть, потому что родители с ним не будут разговаривать, если он выйдет из комнаты. И следующий метод – изменение времени засыпания со стоимостью реакции. Мы уменьшаем сначала первые несколько ночей, мы ведем дневник, мы определяем среднее время сна. Далее мы прибавляем к этому времени сна 30 минут и начинаем укладывать ребенка. Если ребенок в течение 15 минут в кровати не заснул, включается вторая компонента. Вторая компонента – стоимость реакции. Мы вынимаем ребенка из кровати и не даем ему спать в течение часа. Далее возвращаемся обратно в кровать. На следующий день мы здесь, как вы видите, несколько компонент. Время засыпания, время, когда возможны различные вариации вот этой терапии. Например, время засыпания может быть больше, чем среднее время засыпания за несколько ночей на 15 минут, может быть на полчаса. Мы можем постепенно сдвигать время, достигнув стабильного засыпания в определенное время, мы постепенно сдвигаем это время на 15 или на 30 минут назад. Можно варьировать вот эти переменные не каждую ночь, а каждые две ночи. Таким образом мы постепенно можем сдвинуть время засыпания на обычное. Перед началом этой терапии мы должны определиться, сколько ребенку… сколько цель наша какая. Во сколько ребенок должен ложиться спать, во сколько он должен вставать, должен ли он спать днем, да, и после того, как эти рамки установлены, мы стараемся их достичь вот методом этой терапии. Вот здесь возможны следующие модификации. Мы можем либо добавлять вот один час, мы можем добавлять 30-минутными интервалами и так далее. Напишу я это дальше. Вот, как вы видите, в общем-то, терапии ночные, они достаточно простые, что ли, да. И чем хороша вот эта терапия, она не требует от родителей… Она дает родителям больше ночного сна. Она не требует от них ночью каких-то активных действий, да. То есть мы ложимся поздно, да, но ребенок, поскольку он ложится позже, чем обычно, есть большая вероятность, что ночь будет спокойная. И есть значительная вероятность, что кровать будет ассоциироваться только со сном. То есть поскольку мы не лежим в кровати час, да, то есть большая вероятность, что ребенок, оказавшись в кровати, будет быстрее засыпать. Вот основная цель этой терапии. Последнее, что я хочу вам показать, это пройтись по той книге, о которой я упоминал. На сайте издательства есть содержание, можно скачать одну главу целиком. Каждая глава – это отдельная терапия сна. Вот, например, гигиена сна. Третья глава. Расслабляться при бессоннице. И раздел, который посвящен терапии для детей. Терапия расстройства сна у детей. Вот он следующий. Поведенческая медицина для детей. Первая глава обсуждает консультации для совсем маленьких детей. И те методы, о которых я уже говорил, это гашение. Безусловное гашение, ступенчатое гашение, гашение с присутствием родителя. Вот этот метод, о котором только что говорили, это 29 глава. Уменьшение времени сна, манипулирование временем сна со стоимостью реакции. Обратите внимание, что здесь два компонента. Мы и общее время сна предварительно уменьшаем, потом мы его, соответственно, увеличиваем. Постепенно сдвигая назад время засыпания, время похода в кровать. Вот этот bad time pass, это вот этот талон, который мы даем родителю, который мы даем ребенку, чтобы он мог отпроситься. Вот это, извини меня, извини меня, я на минуточку. Они его выделяют в отдельную главу, но по сути это похожая технология на предыдущую технологию постепенного гашения, на мой взгляд. Родитель укладывает ребенка и говорит, извини, я на минуточку, и выходит из комнаты. Причем выходит, буквально доходит до порога и возвращается обратно. В этом случае мы подкрепляем поведение ребенка спокойно лежать в кровати и готовиться ко сну. Хочется отметить, что вот эти технологии, они все используются в комбинациях, как и многие поведенческие. То есть мы, безусловно, обращаем внимание на медицинскую составляющую, мы, безусловно, гигиена сна у нас присутствует. Но основной компонент вот в данном случае, да, это, извини меня, я на минуточку, вы выходите из комнаты, свет погашен, ребенок лежит в кровати. Вы выходите из комнаты на минутку, потом выходите через, на следующую ночь, например, на две минутки и так далее. То есть и ребенок привыкает к вот этому постепенно увеличивающемуся времени вашего отсутствия, его спокойное поведение в кровати, его готовность ко сну, тихо, спокойно лежит, она подкрепляется тем, что вы к нему подходите со все увеличивающимися интервалами. Таким образом, вот интересный раздел, это если ребенок боится темноты, там приводится около 10 игр, как играть, начиная со жмурок, как играть днем, как играть днем, постепенно привыкая, постепенно приучая ребенка к тому, что к нахождению в темноте. Я цитирую вот эту книгу поведенческую. Вот я очень кратко вам рассказал о поведенческих терапиях сна. Теперь давайте мы послушаем кейс, который нам представит Марина Волкова. Спасибо вам за внимание. Чат я посмотрю. Марина, вы здесь? Да, я здесь. Здравствуйте, товарищи. Вот после рассказа Льва я узнала название того, чего мы применяли. Сейчас, одну минуту, я хочу запустить презентацию и вспомню, как это делается. Только что все получалось. Так, вот такая кнопочка. Так, и тут, и тут, и тут. Вот. Боже. Ой. Вот, видно, да? Вот. Ну, я могу сказать, что действительно, наверное, вряд ли скажу я что-то новое, да? Да, но в то же время ключевым моментом остается вот решимость родителя, ну, менять ситуацию, да? Потому что когда ребенок не спит, я понимаю, самая большая сложность из-за того, что родители, ну, находятся в каком-то измененном состоянии сознания, да? Да, и часто ребенок просыпается, они напиваются кофе, да, там, ребенок ложится спать, а я уже не могу заснуть, потому что я уже выпил кофе. И это все накапливается, да? Вот. И таким образом и происходит такое, как, ну, втягивание вот в такой вот образ жизни, да, если это осложняется еще какими-то подробностями, да, действительно, как там, боязнь темноты. И вот у нас была такая ситуация, когда мы фактически там своими неправильными действиями практически создали у ребенка невроз, и он боялся темноты, да, потому что когда его укладывали спать, там, в общем, был какой-то конфликт, скандал, да, и у нас ребенок боялся темноты. И у нас заняло это очень долгое время, вот этот процесс десенсибилизации, да, когда мы начинали с лампы верхней, потом меньше, 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 да, и пришли к маленькому ночничку, и потом и без ночничка научились спать. Но это все заняло время, да, а это время создало вот фактически историю подкреплений вот этих вот ночных бодрствований, да, чего родители, ну, не осознают. И даже оплачивая супервизию и работая над этим направлением, да, то есть они могут, ну, не осознавать, да, вот этих вот, ну, довольно простых рекомендаций, да, потому что, вот, например, я на этом слайде попыталась отразить вот все возможные вариации, да, которые могут случиться с родителем и с ребенком, да, то есть ребенок может лечь спать, там, через два часа проснуться, да, и всю ночь веселиться, или он может поздно вставать из-за того, что он всю ночь веселился, да, ну, и родитель тоже должен быть бодрым и веселым, и, ну, и так далее, да, то есть, возможно, вариации, вот, особо тяжелый случай у нас был на фоне приема наотропов, да, это вот здесь, когда мы были в начале пути и получение диагноза, да, и мы пили то, что нам прописали врачи, и тогда у нас ребенок спал вот по полтора часа, вот каждые 10-12 часов. Вот это был вообще какой-то адский ад, да, и, ну, то есть, тут надо быть очень внимательным, да, к тому, что мы делаем и для чего, да, и что может из этого получиться. Вот, то есть, ну, и когда родители находятся, то есть у нас в семье, например, было так, что папа ходит на работу, зарабатывает деньги, да, а мама развлекается с маленьким ребенком с нарушениями сна, поэтому мама постоянно пребывает в каком-то таком состоянии, что вот дожить бы до вечера, там придет папа, там вот я чуть-чуть посплю, потом я ночью могу повеселиться, и создается вот такая, ну, в общем-то, где-то порочная система, да, и таким образом родитель подкрепляет вот это поведение ночных развлечений, да, очень часто этого не осознавая. Вот, потому что вот по себе знаю, что даже на этом этапе мы сотрудничали уже с супервизором BCBA, да, и у меня было вот совершенно стойкое ощущение, когда она мне рекомендовала там вот простые вещи, про которые и Лев уже говорил, да, я думала, нет, человек находится внутри от реальности, и она не понимает, что она нам советует, как я могу не давать ребенку, ну, развлекаться по ночам, да, несмотря на то, что мы даже меняли место жительства, да, из-за того, что у нас были конфликты с соседями, и, ну, то есть, я еще раз хочу подчеркнуть, да, что вот родителям очень важно, как сказать, вот дойти до какой-то точки сознания, да, что, ну, нужно менять ситуацию, да, то есть, ну, в моем случае это было уже там несколько нервных срывов, и уже там мне прописали там всякие транквилизаторы для дальнобойщиков, да, какие-то там нейролептики, потому что, ну, уже состояние психики было просто непередаваемым, вот. Тогда только, то есть, ну, достигнув фактически состояния фрустрации, да, вот, когда вот достигается вот это состояние решимости действовать, да, мы тогда начали, ну, слушаться супервизора, да, и того, что она нам говорила, да, когда уже это был вопрос жизни и жизни, да, и поскольку у нас все-таки была большая история подкреплений, и вот эти нарушения сна были то такими, то сякими, да, то есть, было очень много всего, и поэтому мы практически использовали очень много методов, да, ну, то есть, вот, режим дня, да, то есть, мы постоянно сдвигали вот буквально по 10-15 минут утренний подъем, да, то есть, в течение времени, ну, то есть, это касалось ситуации, ну, чтобы ребенок раньше вставал, да, вот. В общем, могу чуть-чуть забегая вперед сказать, что очень сильно изменилась ситуация, и действительно довольно быстро, да, то есть, это может быть, ну, буквально несколько лет нерешенной проблемой, да, ну, наш папа взял отпуск, вот, конкретно на это, конкретно, чтобы сдвинуть сон, то есть, он взял, там, неделю отпуска, да, и это было сделано для того, что, когда мы меняем режим, ну, кому-то из родителей нужно быть бодрым и веселым, да, во-первых, чтобы не давать ребенку спать днем, и, во-вторых, чтобы переживать вот эти вот ситуации ночных гашений, да, которые неизбежны. Если есть история подкреплений, значит, предстоит и история гашений, вот. И, то есть, ну, первое, режим дня, да, то есть, встаем пораньше, да, то есть, ну, кардинально, если там человек просыпался в 11, вряд ли, да, поэтому по чуть-чуть мы, то есть, мы сдвигали каждый день по 15 минут, по 15 минут, по 15 минут, да. Если ребенок засыпал у нас днем, мы давали ему поспать минут 40 или 45, после чего мы его будили, ну, то есть, максимум час, да, и это зависит от того, в какое время заснул ребенок, потому что вот кто имеет проблемы со сном, те знают, что если утром можно поспать час, да, там, до обеда, да, то после обеда уже этот час уже дает ресурс уже там на всю ночь, да, силы, и ребенку веселиться. Вот, поэтому если это происходит во второй половине дня, то это буквально 40 минут, да, то есть, как это происходит, ребенок просто выключается. И мы его будем, и тут же у нас на готове, да, то есть, мы бодры и веселы, и, то есть, конечно, мы переживаем взрыв, потому что ребенок не выспался, и все козлы, и так далее, да, но тут очень важно как бы быстро его, быстро-быстро, и подкреплять вот как бы поведение не спать, да, то есть, мы выбираем те активности, которые любит ребенок. Это качели-карусели, там, велосипедные продукты, прогулки, да, потом мы смотрим, что он может, ну, выдержать сенсорно, да, может быть, посещение клубов, каких-то площадок вот этих всех, там, ну, я имею в виду батутных, да, ну, то есть, очень активный образ жизни, да, то есть, мы постоянно вот даем ему ощущения, смотри, вот ты сейчас, смотри, как классно мы и там были, и там были, да, потому что ночная жизнь, она, ну, все равно она ограничена, да, то есть, мы либо смотрим мультики, либо там, ребенок скачет на матрасе, да, ну, мы еще вот катались на велосипедах по ночам, да, и там по утрам, там, если до пяти утра дотянул, то, да, можно пойти на качельку покачиться, вот, а тут как бы все, то есть, ночь – это время для сна, а день, смотри, днем очень много всего классного, да, имеет смысл не спать, да, и получается, что мы постоянно бодрим ребенка в течение дня, да, и вот действительно по максимуму, да, то есть, то есть, все активности, то есть, мы настолько активно насыщаем день, вот, чтобы он вечером, вот, просто практически упал, да, уже в кровати, и у него не было сил сопротивляться никаких. Также мы заметили, что режим питания очень сильно влияет, да, например, употребление сладкого, если во второй половине дня, да, то это часто дает вот этот вот резерв скаканий, веселья, хохота в ночи, да, поэтому, ну, диета также вообще очень сильно влияет, да. Мы перестали давать, там, сидеть в ванной, да, вечером, потому что ребенок мог напиться воды в процессе принятия ванны, да, и потом неизбежно просыпаться в туалет, да, что тоже влечет ночную активность, вот. Прогулки. Ну, прогулки, понятно, свежий воздух, активный образ жизни, и перед сном обязательно хорошая, ну, я имею в виду вечером перед ужином, вот такая большая хорошая прогулка, да, там, часа два на свежем воздухе, проветривание помещения, да, то есть... Ну, такие банальные истины, да, но они очень сильно влияют на ситуацию, да. Вечерняя рутина. Вот вечерняя рутина – это вообще вещь, как и любая другая рутина, да. У нас даже был смешной случай. Мы дали ребенку леденец на палочке, да, ну, что редко, да, потому что это, ну, сахар – это зубы вредные и так далее, да. И он съел леденец на палочке где-то вечером, ну, часов там, в полу восьмого, да. И я попросила мужа, я говорю, слушай, только почистим зубы после этого, да. И получилось так, что мы выполнили действия вечерней рутины, как бы, там, на горшок, там, чистить зубы. И у нас ребенок после этого сам лег спать, да. То есть это к тому, как сильно рутина влияет на человека, да. Хотя он потом полежал, полежал и понял, что спать он все-таки не хочет, да. Но просто рутина сильно влияет на ситуацию, да. Фактически мы вот нашего прогресса, мы достигли рутины, да. То есть это что? Это может быть визуальное расписание, да. У нас в рутину входило, что, например, вот там, вот пришли с прогулки, там, вот. Потом уже какая-то спокойная активность, да. Мы смотрели мультики, у нас были мультики вечерней рутины, определенные, там, 3-4 мультика, да. Но это вот в зависимости от того, где мы находились вот в процессе вот этой постепенного, да, перехода. То есть у нас был мультфильм «Лоу-лоу». Это когда вот мы только начинали, да, потому что он длиннющий, да, там, первая серия. И, ну, он спокойный достаточно, да, вот первые две серии. И потом у нас было только вот «Ежик в тумане», «Пертушок и курочка» и «Умка». Вот все, и больше никаких вот этих 3 мультика, да, сначала там, вот смотрим Умку и все, да. И после этого вот спим. После этого можно было сходить только, там, в туалет, почистить зубы, все, спим и спим, да. И потом мы достигли, вот это тоже было таким сигналом, что мы уже буквально оставили Умку в какой-то момент, да. И у ребенка у нас уже, там, ложился на бычок и отворачивался к стенке, да. Он всегда засыпает на боку, как правило. Вот. Поэтому вот это неизменное расписание, если это бы мы не мог. Вот. Ну, и вот, собственно, процедура огоршения, да, это самый тяжелый момент для родителей на самом деле, да. То есть я на этот слайд поместила фотографии лампочек, потому что мы выкручивали все лампочки в доме. То есть когда мы переживали вот эту ситуацию, поскольку ребенок, и я знаю, что часто родители говорят, а у нас везде лампы зажигают, я говорю, а вы выкрутите все лампочки, да, потому что мы шли по этому же пути. То есть просто вот все спать, лампочки все выключаются, остается одна лампочка в туалете, да. Ну, в туалете там тоже долго не просидишь, да, для туалета там можно придумать таймер, да, то есть, ну, ребенку заводится таймер, и он знает, что он может в туалете посидеть. Да, потому что туалет часто становится возможностью избежания чистки зубов и укладывания спать. Да, и у нас ребенок даже научился, мы там ему ставим, там, 5 минут заходим, минуты через 4-5, там уже 58 минут на таймере стоит. Ну, в общем, дети в этом смысле очень изобретательны. Ну, и все. И вот тут вот этот момент надо просто пережить, да. То есть мы все боимся, там, как соседи среагируют, там, ой, как это вообще возможно, да. На самом деле, действительно, практически это работает довольно быстро, да. Ну, конечно, это не сильно приятный момент, да, но его, опять-таки, его можно пережить, да. То есть ты встаешь, хорошо, пойдем в туалет. Ну, хочешь в туалет, пить будешь, пойдем в кровать, да. Ну, и в зависимости от ситуации, да, то есть это уже очень индивидуально, да, мы могли либо дать еще один мультик, да, подкрепляя таким образом нахождение в кровати, да. То есть тут уже, я думаю, индивидуальные рекомендации для каждого будет, да. Но это удивительно работает, вот. Ну, собственно, вот этот слайд относится вот к процедуре вот гашения, что вот ночью мы только спим. И фактически сейчас мы придерживаемся этой же тактики, да. То есть мы уже давно наладили сон и все хорошо, да. Да, ну, бывают ситуации, когда там что-то произошло, кто-то приехал, там что-то съел, да, там полна луния, ветер. Ну, мы все знаем, что у нас дети много на что реагируют, да, или там попил воды там много, да. То есть все остается неизменным. Туалет, кровать, все, ночью, смотри, все спят. Смотри, собака спит, мама спит, там, и так далее, и тому подобное, да. Вот. Ну, собственно, и все. То есть вот такие простые действия в совокупности, они приводят к успеху. Все спят по ночам, хорошо себя чувствуют, да, и имеют возможность для возможностей разных активностей в течение дня, да. Ну, вот, в общем-то, и все. Все, большое спасибо за внимание. Сейчас я тут найду эту кнопочку. Так, вот, да, все. Если есть какие-то вопросы, можете написать мне на почту, напишу в чате, да, и я там вышлю какую-то информацию. Спасибо. Ой. Марин, потрясающая история. Вот. Я прям слушал, затаил дыхание. Марин, а если удобно спросить, а сколько времени заняло? То есть вот, вот, условно говоря, вот когда вы собрались силами, и вы считаете, что вы начали действовать правильно, что ли? А в том-то все дело, что это все заняло, я же говорю, муж взял отпуск на неделю, то есть фактически мы наладили за неделю, хотя у нас это была проблема, ну, лет двух точно, да. Ага. То есть это было очень закрепленное поведение, да, у нас литмический синдром. А другой латексный жесткий, да, и мы просто меняли местами, чтобы он физически не мог скакать, да, то есть фактически мы всю среду подготавливаем таким образом, что вот, ну, ты знаешь, вот сейчас сон, да, но тут ключевой момент, вот если специалисты работают с родителями, да, это именно достижение родителям, да, вот этой вот готовности менять ситуацию, да. Потому что, ну, я знаю по себе, да, ребенок лег спать, родитель часто измучен, да, он думает, ой, сейчас я потуплю в компьютер, да, там, сейчас в Фейсбук, там, еще что-нибудь там я займусь, потому что, ну, хочется хоть какого-то времени, да, когда ребенок спит, так сказать, в личной жизни просто даже если ничего не делать, да, но все это накапливается, да, и ребенок у нас, ну, пусть скачет, я тут сейчас посплю, да, вот сейчас он там мультики посадит, сейчас три серии лао заряжу сразу на час и посплю, да. То есть, ну, очень важно, как бы, ну, донести вот это понимание, да, не знаю, там, поведенческий контракт с родителями заключать, что, вы знаете, если там мы беремся за тренинг, то давайте вы будете, ну, выполнять рекомендации, иначе у нас ничего не получится, да, но это как в любой нашей работе поведенческой, да. Я очень благодарна вот нашему супервизору тому за терпение, да, потому что настал тот момент, когда я сказала, ты знаешь, у нас все получилось, у нас все заработало, она сказала, ну, я же тебе говорила, да, и, ну, то есть, это сложно объяснить. Ну, то есть, это заняло вот буквально неделю, вот, причем при том, что у нас была ситуация, но я считаю, что, ну, вот мы все, что можно в этой теме, мы пережили. Валдеть. Здорово. Здорово. Есть вопрос, он достаточно личный такой, если считаете нужным ответить. Ваш ребенок оставался в комнате один, и сколько было лет? Ребенок не оставался в комнате один, у него есть определенное место для сна, он не оставался в комнате один, потому что, ну, у нас, как бы, маленькая жилплощадь, да, и мы как-то все находимся так или иначе вместе, да. Сколько ему было лет? Сколько ему было лет? Ему было 3-4 года, да. То есть, ну, в общем-то, уже в 4 года мы решили эту проблему, да, но вот где-то с 2 до 4 у нас это был просто ночная дискотека, да. И я знаю, что у многих, ну, родителей и детей постарше, да, там, недавно мне с этим вопросом звонила мама мальчика 12 лет. Ну, в принципе, ситуации одни и те же. То есть, это ночные прогулки, бдения, ой, сейчас, не дай бог, там, отношения с соседями не испортить, да, как же я сейчас буду его гасить, он же тут скандал поднимет, да, и так далее. То есть, родителю не хватает решимости и сил, да, вот почему мы взяли отпуск, да, потому что получилось, что мы физически, вот вдвоем два взрослых человека, меняясь поочередно и добирая сон по очереди, да, то есть у нас было так, ты сейчас бодришься с Ваней, там, я сейчас посплю, я потом пободрюсь, ты поспишь, да. Тут, как бы, ну, надо все силы вот бросить вот на это, да, то есть не пить кофе, да, как мы часто там... Ну, а что ты будешь, будешь, не пивешь кофе, я так иду. Ну, вот так. Тогда это все достигается довольно быстро, и это не так страшно, как кажется. Вот еще какую мысль мне хочется донести, да, то есть мне когда-то, вот, когда вот находишься вот в таком состоянии постоянно, да, нет никакого ресурса даже увидеть возможности, что жизнь может быть по-другому. То есть, ну, вот сознание, оно настолько атрофировано, что ну, в общем-то, ничего как бы и не волнует, да? Вот как-то такое. И все. Спасибо. Марин, а вы, как сказать, вы принимали или не принимали какие-то медикаменты в течение этой недели? Смотрите, мы даже не принимали никаких лекарств, чтобы еще мне хотелось донести, да? То есть, ну, я знаю, что мелатонин, да, влияет. Ну, вот и сон в темноте, да, почему у нас как бы когда мы спали на преломнике, да? Но к тому времени мы уже достигли такого, как сказать, стойкого иммунитета к рекомендациям медикаментов, да, вот за счет того, что мы пережили вот этот сложный период, когда у нас ребенок вообще не спал, да? То есть, и муж мне сказал никакого мелатонина, все, ну, и я не стала с ним спорить, потому что ну, как, да? Вот. И мы это решили без всяких вообще медикаментозных, даже без мелатонина, да? То есть, это было только за счет изменения диеты, режима дня, активности и рутины. То есть, фактически, мы решили это только через рутину, да? И это заняло, ну, неделю, да? Хотя это было с большой историей подкрепления. Удивительно. Удивительно, да. Вот поэтому я и хочу вдохновить родителей, да? Почему так? Потому что, ну, серьезно, это не так страшно, как кажется, да? Надо просто решиться, обеспечить себе поддержку, ну, потому что одному невозможно, конечно, справиться с такой ситуацией, да? Вы не сможете чисто физически, да? Потому что у вас должен быть вот этот ресурс, чтобы давать ребенку вот этот вот фан-фан-фан, да? Смотри, мы не спим, классно-классно-классно, пойдем туда, пойдем туда, пойдем туда, пойдем туда, да? Потому что если родитель как бы там еле-еле душа в теле, да, то, естественно, он скорее там, ну, то есть вернется опять вот в эту рутину, да, когда, ну, понимаете, да? Да, да. То есть, поэтому тут очень важно, ну, попросить кого-нибудь, да, сказать, слушай, мне надо поменять режим дня ребенку, помоги, пожалуйста, да, там, не знаю, кого-то близкого, кто может на это пойти, да? И то есть это действительно достигается все за, вот мы как поменяли тогда, так мы и поддерживаем, в общем-то. Вот как раз вопрос есть вот в общем чате, да, сейчас вы поддерживаете режим без дополнительных усилий, вы просто продолжаете рутину, этого достаточно? Да, мы продолжаем рутину, да, то есть ты просыпаешься в туалет, так, не хочешь в туалет, так что, пить? Нет, все спят. Точно так же гасятся все лампы, да, мы их уже не выкручиваем, да, ну, то есть ребенок может устроить небольшой скандал, скажем, по этому поводу, но поскольку, ну, очень небольшой, ну, то есть он может, конечно, сказать, что все козлы там и все такое, да, и я вообще спать не хочу, ну, и лечь в кровать и заснуть, фактически, да, потому что вариантов нет. И то же самое касается утренних просыпаний, да, вот даже если, ну, бывает, да, что дети просыпаются рано, ну, тут либо встал рано и бодрись, да, вот у нас сегодня ребенок вот встал в 5 утра, но иногда просыпается, да, в школу он там хочет или еще как-то, да, ну, хорошо, встал, давай вот утро, да, все, веселимся. Ну, и опять-таки, мы не даем ему спать, да, то есть в течение дня мы просто не даем ему спать, только если он совсем там сознание теряет, ну, хорошо, да, полчаса и все, а теперь веселиться. Вот так. А в период болезни, в период какой болезни? Наверное, имеется в виду простуды обычные детские, что-то такое. Нет, ну, понятно, да, что когда ребенок болеет, ребят, ну, это понятно, да, что когда ребенок болеет, он с температурой, понятно, что он то спит, то не спит, и мы как бы его сильно не напрягаем, да, но опять-таки мы сохраняем, как сказать, спокойную рутину, да, то есть мы можем посмотреть мультики, да, какие-то очень спокойные, да, оставаясь в кровати, но при этом там мы, ну, в общем-то, сильно не предлагаем, да, мы не несем там поднос с ябствами, да, ну, то есть мы можем предложить там, не знаю, лимон, ягоды, вот как бы, ну, что-то очень легкое, да, и все спать. Вот, ну, то есть и все равно мы остаемся в этом, да, то есть это не то, что... Как правило, то есть когда ребенок выздоравливает, мы возвращаемся к режиму и все, то есть это вот рутина, да, вот встаем во столько-то, и в этом смысле и режим, и организованная деятельность, да, потому что вот когда мы только пошли в школу, да, у меня ребенок вот ходит в школу первый год, до этого он не был организован, да, то есть фактически мы поддерживали своими силами вот этот режим, да, но сейчас, ну, чисто физически, вот если вы куда-то ходите, это вообще здорово, поскольку нам уже там, мы далеко живем, и нам надо в 7 утра уже сидеть в машине, условно говоря, или в 7.15, да, то вот он и просыпается, и сейчас он просыпается даже по выходным, да, и мы всегда этому, как сказать, проникаемся, да, что он уже там в начале 8-го, он уже все, вот, но зато вот, да, мы ведем активный образ жизни, да, и уже, ну, в 11 у нас все, пришли, зубы почистили, вот эта вот вечерняя рутина, и он ложится и спит, да, и раньше, вот, кстати, вот по поводу, как сказать, присутствия родителя, да, то есть оно тоже меняется, да, то есть если раньше там мне надо было с ним полежать, потом туда-сюда, потом у нас там папа начал укладывать, да, тоже вошло в рутину, да, то есть это ритуал, да, укладывает всегда папа, и мне даже, если надо ночью поработать, да, я всегда, я ложусь спать, я выключаю лампы, и у нас всегда, вот смотри, собака спит, мама спит, все, все спят, да, и, то есть, и потом у нас все это свело ритуалу, что я его целую перед сном, да, обязательно, и сейчас даже, когда я его прихожу поцеловать, часто он говорит, ты что, я сплю, поворачивается, да, то есть это все очень постепенно все приходит, да, вот, главное вот просто самому себе представлять, да, примерный маршрут, да, ну, чего бы мы хотели достичь, да, и какие шаги к этому есть, и просто постепенно вот так двигаться. Да, большое спасибо. Ой, здорово, Марина, большое спасибо. Еще есть вопросы к Марине, коллеги? У нас, у нас есть второй кейс, его Марина моя расскажет, я сейчас выведу на экран, вот, мы еще, наверное, давайте продолжим, да, попробуем, вот, сейчас. Так, вот, вот наша статья. Сейчас, так, экран, так, экран, вот. Вот, вы видите статью, которая была написана, когда Марина училась у Ольги Шаповаловой, это, это та Ольга Шаповалова. Вот. Было отличное задание написать статью, имитирующую научную статью, и мы сделали, мы просто взяли нашу, нашу стешу и попробовали, попробовали, написали. Сейчас Марина расскажет, я позову, подождите, пожалуйста, секунду, минуту. Спасибо. До свидания. Ура. 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 Алло, послышно меня, да? Вот тебя наушник. Слышно, да? Да, в общем, кстати. А наушник вот, спасибо. Так, ну, я думаю, что Лев уже рассказал все про... Господи, да, простите. Вот, Лев рассказал уже все, наверное, про методы. Я хотела бы просто рассказать о нашем личном опыте, который мы провернули со своей дочерью Стефанией. Когда ей было 6,5 лет, проблема была довольно долго, лет, наверное, с 4 точно, вот, и я писала эту работу, оформляла ее как статью в научный журнал типа Джаба, вот, когда училась еще на курсе у Ольги Шаповаловой. Спасибо ей большое, еще раз повторю. Вот, значит, не буду я про то, что Лева это все говорил, нарушение сна является, какие проблемы, вот, основные поведенческие технологии, которые используются, вот, мы... Потом я, наверное, выложу потом эту статью просто в группу, чтобы вы могли все методы посмотреть и, может быть, почитать статьи, которые по фамилиям можно вполне найти. Вот, значит, мы проводили эксперимент в течение 30 дней и применяли возвратный дизайн ABCDAC. Вот, это уже, наверное, скорее для поведенщиков, да, кто уже разбирается. Мы сравнивали воздействие трех условий на начальный уровень. Так, и использовали три метода, значит, манипулирование предшествующими условиями. Сейчас я про это все расскажу. Шейпинг и вот этот самый метод Faded Bedtime with Response Cost, это изменение времени засыпания, ну, такое странное название, изменение времени засыпания со стоимостью реакции. Вот. И мы, значит, вот описание Стеши. То есть в то время у нас было еще двое детей. И Стефания, была большая проблема, она засыпала только с кем-то с нами, при этом надо было очень крепко ее обнимать. И до семь раз за ночь она просыпалась, звала родителей, приходила к ним в кровать или просила их прийти. Так как второй ребенок тоже спал в комнате, в общем, все бежали. Вот. Значит, хотели мы достигнуть целевого поведения самостоятельного засыпания. И первые 10 дней, неделю примерно, может быть, даже 10 дней, у меня уже стерлась немножко в памяти, было это 300 лет назад, 4. Вот. И мы считали количество ночных подходов. То есть, и проблема у нас еще была в том, что не было возможности перекрестного наблюдения. То есть, один родитель счастливо спал, вот, а укладывал, уставал один несчастный, и второй как-то бодрствующий. Насколько он мог бодрствовать, он ставил галочку на листке, и потом мы сводили все в общую таблицу. И вот сейчас я потом покажу график, который у нас получился. И вот мы, вымирание мы не использовали, потому что очень сильная была устешная реакция. И есть такой метод, я не знаю, Лева опять же говорила, извини, я на минуточку, это когда ребенка можно так, типа, обмануть. Ха-ха, я вышел, и вот ребенок за это время, наверное, должен заснуть. У нас со стешей ни разу это не получилось. Вот. Она всегда вставала и выходила за нами. И вот мы выбрали, значит, самый такой классический метод манипулирования предшествующими факторами, то есть антицидентами. Это четко установленная рутина отхода ко сну. Прямо строго все выключается, нет детских программ, нет музыки, все спокойно, книжки, тишина, полусвет, вот все так. Затем свет выключается, и вроде как дети должны заснуть. И младшая сестра, наша Кристина, она всегда у нас в 10 минут прямо уже спит. А в этом случае Стеша, если она не засыпает, она идет в другую комнату и сидит себе на диванчике, работает телевизор, затем он выключается, она сидит, никакое внимание ей не предоставляется, что-то она свое делает, затем идет в постель. И еще мы сделали такую, очень, кстати, интересную вещь, мы поменяли подушки в кровати. То есть это был вот совет у нас где-то, я же не помню, кто нам его дал. То есть удобную Стешину, такую привычную подушку мы положили на родительское место. То есть я вот по себе замечала, что она начинает меня как-то так отодвигать, потому что ей вроде как хотелось бы на свою подушку лечь, но я ей как-то уже стала немножко мешать. Вот. Ну, шейпинг, понятно, да, это изменение положения. То есть мы сидели, сначала лежали, сидели, потом там отходили немножко, сидели на стуле, в общем, вот как-то отодвигались постепенно туда, в сторону двери. И вот это вот метод, это вот Лев предложил, я помню, он где-то прочел в каком-то научном журнале, вот, очень какое-то серьезное исследование насчет того, что среднее засыпание было 22-30, например, добавлялось 30 минут, и затем Стеша и один из родителей шли в кровать, и если она не засыпала, то ее как-то поднимали, вели в другую комнату, она еще не спала сколько-то времени. И вот так вот эта процедура, то есть если она опять не засыпала, опять она повторялась, и на следующий день, в общем, вот так все мы делали. Но, и вот, да, это просто в статье было, я просто скажу, что поощрение были, вот эти тактильные ощущения какие-то, вербальные похвалы, и я как автомат рассказывала, добрый доктор и болит, значит, наизусть, уже шпарила в темноте. И вот у нас графики, сейчас немножко будет, вот, и у нас были, в общем, все три метода довольно эффективны, вот, и у нас довольно, вот был значительный эффект воздействия, то есть с 5.33, да, до практически до одного случая, да, за ночь у нас получилось. Но, к сожалению, вот этот вот мудрый Левин метод, который из научной статьи, он у нас просто стеша гораздо сильно передвинул время, она стала гораздо позже засыпать, и поэтому мы не стали его применять, потому что, в общем, это было нам всем тяжело. И мы выбрали шейпинг, он был самый удобный для нас, но все-таки вот более позднее засыпание, мы просто не стали больше использовать его, потому что у стеша бы, возможно, мы испугались, что оно будет еще больше двигаться, была такая тенденция, вот. И в то время, возможно, повлияло вот это вот позднее засыпание на уменьшение количества пробуждений ночью, потому что даже педагоги отмечали ее какую-то такую большую собранность, то есть, может быть, спала она меньше, но крепче. Вот. И, в общем, все эти, да, все эти методы нам помогли, больше всего помог шейпинг, но я еще хочу добавить, потому что после этого как-то у нас шло вот меньше-меньше-меньше, то все равно один раз оставался. И как-то у нас случилось, что Лева уехал, и я осталась, у нас еще одна появилась дочка, и у нас осталось трое детей, и мы не смогли просто, я не могла физически с ними тремя, вообще со старшими девочками что-то производить. То есть, я должна была укладывать младшую, у которой там свои были проблемы, и со сном, и со всем остальным. Вот. Поэтому я просила, то есть, мы просто, это, наверное, такое вообще вымирание у нас было. То есть, я просто сказала, что Стеша, хватит, сегодня тебе будет читать книжку Кристина, потом она на раз-два-три выключит свет. Стеша возмущалась, наверное, день, но потом ей пришлось лечь. То есть, метод, так сказать, отполировался уже процедурой такого полного гашения. Вот. И в конце я хотела бы сказать, что, конечно, эксперимент был бы невозможен, если бы у нас наша младшая, которая спала в комнате со Стешей, не обладала бы таким выдающимся по крепости сном. Она у нас ни разу не проснулась. То есть, мы бродили, ходили, меняли подушки, двигали стулья, работал телевизор в соседней комнате. Ребенок спал просто как мертвый буквально. Вот. Поэтому очень нам тоже в этом смысле повезло. Вот. Такой наш опыт. Если будут какие-то вопросы, я еще расскажу. Могу выложить, опять же, вот я сказала уже эту статью. Большое спасибо за внимание. Сейчас позову Льва. Спасибо за субтитры시 So fun sagte.